Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! Андрей Юрьевич, такой вопрос. Вот у нас в городе Солнечногорске очень много проблемных ветхих бараков, которые 36-го, 32-го, даже 28-го годов, деревянные. Вот на улице Первомайской, которые два сгорели, жертв в общей сложности сгорело заживьем 7 человек. Наш барак по улице Первая Мая, дом 6, остался таким последним из двух этих сгоревших. То есть было всего их три. Самый парадокс в том, что администрация во главе с Митрофановой даже не пытается нас признать нуждающимися в улучшении жилищных условий. Понимаете, 36-го года деревянный барак, туалет на улице, вода у нас приносная на колонке. И мы, по мнению нашей администрации, в том числе у Панкратова была я на приеме, сама лично была. Отписок вот такая папка. Никому ничего не надо. Дело в том, что даже нет перечня конкретного этого ветхого аварийного жилья. Мы, например, даже туда не включены. Это выяснилось в 2010 году. Хотя в 2003-м, у меня есть за подписью Нестера в отписке, что мы ветхое жилье считаемся, ветхим домом. Инвентаризацию надо проводить срочно. Вот вы же говорили до 2015-го переселить. У нас ее нет, понимаете? Что мы сделали? Я же всего 9 месяцев здесь. Я начал встречаться с людьми. Куда не приеду, мне везде ветхое аварийное. Ветхое аварийное. Приглашают в свои, извините, бараки, так назову, как есть, да? Говорят, приходи, посмотри, как мы здесь живем. Куда дети в туалет ходят, как умываются и так далее, и так далее. Все в подробностях знаю и посещал. В этой связи в три раза увеличили программу по аварийному ветхому жилью. 10,5 миллиарда рублей. То есть на максимум выжили. 30% получаем из федерального бюджета. Поэтому вы лишь должны понять, вас должны информировать, Павел Владимирович. Это не совсем ваше, но воспользуюсь, что вы здесь. Есть программа по Слоничногорскому району? Люди знают, какие дома будут расселены? Нет, даже не. Мы писали в министерство. Нет, секунду, секунду, секунду. Есть программа, я официально заявляю, и мы находимся в этом году. А вы можете людям сказать, какие адреса вошли? Конечно. Улица Урицкая, улица Первого Мая и Ленинградская 2. Три дома на сегодняшний день, которые вошли в программу. Это в каком, в 13-м году? Да, в 13-м году. А в 14-м году? В 14-м есть программа, и остальные дома то же самое. Что касается улицы Первого Мая, следующие, и остальные улицы точно так же. О чем мы говорили, когда вот по поводу дома сгоревшего на Первом Мая. Почему Юрий Анатольевич сказал, надо строить жилье? Деньги действительно дают. Я надеюсь, что дадут. Дело в том, что люди... У нас сейчас есть квартиры. Квартира есть в Брехово, да? То есть это кутузовское поселение. Вот сейчас, если любого спросить, ни один не согласится ехать туда. К сожалению, такая проблема есть. Подождите. То, что касается постановки на очереди, это другая немножко тема. Поэтому квартиры для того, чтобы есть. Почему Юрий Анатольевич сказал? То есть мы, если люди согласны переехать, то на этом месте мы будем эти деньги вкладывать. У нас есть квартиры наши, муниципальные. Значит, давайте договоримся так, Юрий Анатольевич. Юрий Анатольевич, вот видите, вот я часто говорю о том, можно... Я часто говорю о том, что проблемы между людьми возникают по двум причинам. Из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Вот можно написать людям правду, когда будет обеспечено расселение ветхого и аварийного в 2013, в 2014 и в 2015 годах? Значит, по программе сказали, потом на приеме у меня были, правильно, по Безверхову я говорил, по Безверхову о том, что это за счет инвесторов, к сожалению, у них затягивается начало строительства. Вот, они планируют... Ну, вот, вы слышать хотите или нет? Вот, поэтому, ну, не прерывайте. Вот, и поэтому в сентябре планируют заходить на площадку и в этом году частично вопросы решить. То есть, покупка квартиры. Да, когда вот... Вы знаете, когда вас растерят или нет? А вы знаете? Наташа, в программе нет. Это не круто. Я вы серьезно говорила. А кто вы делаете? Зайдите в программу. Павел Ильич, можно программу, пожалуйста? Андрей Ильич, жители все из одного района. Мы договорились, я к ним приеду. И по вопросам благоустройства, и по баракам все. Посмотрим. Ситуация понятна. На самом деле... Юрий Анатольевич, там пару лет не признались никак. Как? Я же говорю, что... Я же говорю, по улице Безверхова. Да-да, давайте. Андрей Ильич. Я же говорю, по улице Безверхова, по улице Сенежская. Там только за счет инвестора. Там очень много бараков, к сожалению. Так и есть. Инвестор сейчас только перекупил контракт так, как у предыдущего не было финансов. Вот, они приступают, планируют приступить к осенью, к работам. Юрий Анатольевич, а по поводу коммуналки чего-нибудь? По поводу чего? В коммуналке. А что, большие планы? У меня ребенок на инвалиде, живет в коммуналке. Но я же вам постоянно материальную помощь оказываю. Приходите, да, на какие проблемы. Да, потому что... Хорошо. Хорошо, тогда давайте мы опубликуем, что расселяем в 2013, 2014, 2015 годах. Программа есть, люди должны знать. Слышите, Павел Владимирович? В газете Сенеж, тогда это нужно опубликовать. Договорились? Пожалуйста. Я слушаю, пожалуйста. Андрей Юрьевич, я живу в доме номер 15 по улице Драгунского. В прошлом году около дома, буквально в 30, наверное, метрах поставили нам вышку. Как ее точно назвать, я не знаю. Но говорят, космические какие-то сигналы принимают. Эта вышка, вот и по телевизору говорят, и в газетах пишут, что такие вышки ставятся в поле на высоких местах, далеко от жилья. У нас буквально в 30 метрах. Кто поставил ее, кто разрешил, мы так и не узнали. Никто нас не спрашивал. Ничего, взяли и поставили. И вот мы сейчас... Согласование-то давали муниципальные власти. Юрий Анатольевич, что за вышка? Еще... А? Это около первой проходной, да? У первой проходной. Ну, это вышка ФСБ, да? Да, да. ФСБ. Да, сотовая связь. А что, она вредная или что? Она вредная. Ну, многие жители жалуются, да, на такие вышки, которые ставят недалеко. Поэтому такая ситуация. Ну, вот, например, в Димоново, там население все поднялось, и эту вышку ликвидировали. У нас привезли, прямо у дома поставили. Она вредна. Почему и по телевизору говорят, и все, что эти вышки не должны стоять близко около поселений? Там же есть по закону определенные допуски. Ну, никто нас не спрашивал. Никто... И никто не может объяснить. Вам нужно просто заключение, это вредно или не вредно, я правильно понимаю? Или вы уверены, что это вредно? Ну, естественно, потому что ни в одном нашем районе с этими вышками борются. Ни в одном районе. Алика, давай заключение дадим и покажем. Если вредно, нарушается закон, это одна история. А если она безвредная, то нужно показать, что она безвредная, эта вышка. Ну, почему в других районах-то борются с этими вышками? И почему... Да кто ее знает? Я не знаю, что за вышка. Я выясню. Ну, я не могу, я не специалист. Нет, мы выясним по вышке. Мы запрос сделаем. Директор муниципального учреждения, физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Спарта» Пан Крушин Игорь Викторович. Скажите, пожалуйста, планируются ли какие-либо программы по развитию адаптивной физкультуры в Московской области? Спасибо. Планируется программа, на это выделены деньги, на строительство 50 доступных всем спортивных комплексов. Стоимость такого комплекса 120-160 миллионов, в зависимости от коммуникации, трех назначений. Это лед, это бассейн и это универсальный зал. Соответственно, все эти комплексы предусмотрены и для тех, кто посещает детский сад, и для старшего поколения. Такая программа реализуется, и я соответствующие средства выделил, и адресная программа должна быть тоже до вас доведена. Знаете, где вы устроились или нет? Заявлялись вы, нет? Скажите адрес тогда. Что касается тех, у кого ограничения по здоровью, инвалидов, да, то, соответственно, там предусмотрены специальные тренажеры и специальная возможность заниматься. Если вы про это спрашиваете, то вот ситуация здесь такова. Обеспеченность сегодня бассейнами у нас недостаточно, это порядка 14% от 100, да, вместо 100. Игровые залы нужно минимум устроить порядка 100 комплексов доступных, не дворцов дорогих, а доступных комплексов. Ну а с ледовыми катками тоже у нас большой запрос в Московской области. Эти программы мы реализуем и будем их сдавать. Доступные, рациональные по цене, потому что 120-160 миллионов, это дворец где-то 4000 квадратных метров, то есть это так достойно, солидно и удобно. Располагаются в спальных микрорайонах. Адрес должны знать жители, где это будет строиться по программе. Где? Значит, Андрей Юрьевич, у нас достраивается вымпел, сгоревшие у нас были проблемы конкурса 16-го числа. И 4-го числа «Жемчужина», выделено 360 миллионов по программе, продолжается строительство. 360 миллионов? Да, 360 миллионов. Откуда? Но это до 2015 года из области, из областного бюджета. Это что мы достраиваем? Это мы достраиваем спорткомплекс «Жемчужина», называется. А что там будет? Там очень большой, ну там несколько залов, там очень современный физкультурно-разведительный комплекс и бассейн и так далее, там такое многофункциональное. Вы знаете, где «Жемчужина»? Знают, знают многие, да, кто интересуется, кто знает. Ну как, если люди говорят «не знаете», вы говорите «они знают». Ну что, они говорят же «знают». Ну где, расскажите нам-то. Значит, у кого недостаток информации, значит, будет опубликовано еще дополнительно в Сенеже, хотя мы опубликовали уже это. Кроме этого, значит, тот, кто идет у нас по программе, вот, около 100 миллионов там строит, стоит, вернее, этот физкультурно-разведительный комплекс, он планируется в Рик-Инсо, рядом с Парк Победы, где у нас строится новый микрорайон. Земля выделена, все в этом плане решено. Дай бог, дай бог. Я говорю, не строится, я говорю, конкурс объявлен, и вот в июле, в июле пройдет конкурс и будет строиться. А деньги выделены? Да. Сколько? Из областного бюджета или из районного? Значит, там из областного бюджета выделялись деньги. Сколько? Вот, по-моему, 38 миллионов, да, сколько там? По-моему, 38 миллионов. 38, а нужно 360? Нет, это другой комплекс. Вымпел, это мы достроим тот, где здание наполовину сгорело. Вымпел, знаете? Да. Вот, чтобы его запустить, сколько нужно времени и денег? Нет, но у нас планируется до конца года достроить его. Вот, там у нас полное строительство, там у нас достройка. То есть у нас часть... А там сейчас что происходит? У нас часть здания сгорела. Сейчас проводятся конкурсы, и мы начинаем строить. Выигрывают подрядчик. А как вы до конца года сделаете? Осталось там 4 месяца. Там работы не так много, там работы не так много, до конца года мы, по крайней мере, планируем доделать. Хорошо. А что касается «Жемчужины», то до 15-го года. А деньги выделяют на «Жемчужину»? Да, 360 миллионов. Уже выделено? Выделен конкурс 4-го числа. 4-го июля конкурс. Да, поэтому. Ну, вот так. Дай бог. Дай бог. Пожалуйста. Андрей Юрьевич, добрый день. Давайте, может, договоримся. Просто сейчас начинают, наверное, уставать. Да. До скольки мы работаем? Сейчас 4 часа. До упора? Да. До 19-ти? Еще 3 часа. Наговоримся за 3 часа. Да, Андрей Юрьевич. Полчаса, да? Да. Хватит? Не, ну просто, чтобы у нас результативная встреча-то была. Давайте до 16-ти, 30-ти, да? Принимается? Чтобы обид потом не было, пожалуйста. Да, ну сейчас. Да. Андрей Юрьевич, добрый день. Меня зовут Бабышев Сергей Александрович. Я член общественного совета при главе города. Подселение Солнечногорск. Соответственно, у нас какой вопрос? То есть одно дело со стороны смотреть, одно другое дело, когда изнутри. То видно, что из всех полномочий, их больше 80%, 85%, то есть 45% передано в район, и они практически не выполняются. То есть большие проблемы с этим имеются. Вот, поэтому просьба разобраться с этим вопросом, помочь. А мне уже, коллега, я имею ввиду, что я не знаю. Юрий Иванович мне как раз уже, как только меня увидел, он мне уже два часа... А письмо можно от общественного совета, да, вам передать лично? Да, обязательно. Да, и по поводу всего того, что здесь сказано. То есть я непосредственно, допустим, живу в Рекен-Со-2, да, это новый микрорайон, недавно переехал, я не коренной Солнечногорец. И все, что там творится, я вижу там. Этот садик, там, обращение в прокуратуру и все остальное я лично писал, там, он не строится и неизвестно, когда построится. То, что там аварийные КНСки, там, допустим, заместитель главы, да, Шаков, непосредственно рядом там живет, а там все это выливается. То есть КНСки не справляются с этим. Вот, и очистные сооружения в том числе, вот. И в Осипово там это все не справляются, тоже картерные ямы, все остальное. То есть большие проблемы реально есть в новом микрорайоне, если только даже за него просто говорить. Вот, и с Парком Победы, и со всем остальным. Поэтому здесь реально... А в чем причина, Сергей Александрович, вот вы можете подсказать? В чем причина? Да, вот почему такой ворох проблем долгое время вот накапливается, накапливается, накапливается. И раздражение у людей, ну, оправданное раздражение. А потому что нужно те же самые полномочия реально отдать в город, чтобы те люди, которые занимались городом, за него отвечали. Потому что сейчас спрашивают с главы поселения, а он ничего ответить не может, потому что полномочий нету. Последние полномочия где-то больше половины забирались по суду у него реально. Поэтому у него нету полномочий, а с него спрашивают. И все передают, что у нас район передает, что мы это все делаем, а программы-то городские. Это город все готовит, а не район. Я, во-первых, здесь проблемы никакой не вижу, взаимоотношения нормальные, поэтому и район, и город работают в одном направлении. Поэтому те проблемы, которые касаются полномочий, главе города не то, что никто не мешает, а постоянная поддержка. И я думаю, что здесь вопросов никаких вообще не должно быть. А по поводу передачи полномочий... А где глава города? Почему постоянно... Да, он стоит. А, вы же здесь. Да, он здесь, конечно. Поэтому здесь генеральный план делается. Но вы-то как считаете, вот так, чтобы здесь соблюсти, неужели нужно, неужели что-то мешает вам навести в городе порядок, какие-то полномочия? Да ничего не мешает. Да, да. То есть не хватает полномочий, да? Ну, объективно. То есть полномочия забрали вместе с деньгами, да? Да. Да? Да, понятно. Хорошо. Будем разбираться, я понял. Сергей Александрович, я все понял. Добрый день, Андрей Юрьевич. Обращаюсь к вам в житель военного городка Сенеж, Одновол Николай Борисович. От имени всех жителей нашего городка. Вопрос. Наш городок передали городу в очень запущенном состоянии. Когда-нибудь, если начнется, то когда? Какая-нибудь помощь по ремонту жилого фонда нашего городка. То, что я сегодня увидел, это не первый и не второй городок, который я посещаю. Можете поверить на слово, вот все военные городки, которые нам достались, и люди, которые там живут, они не в самом лучшем, не в лучших кондициях находятся. Сейчас ситуация ужасная. Недорог, коммуникации отсутствуют, котельные, набекрень, детские сады, школы. Все безнадежно устарело. Для нас это очень непростая задача, но очень интересно, если мы ее решим. Это большие деньги. Это десятки и десятки миллиардов рублей. Вот, соответственно, как я сегодня почувствовал по настроению жителей, мы должны принимать какую-то специальную программу для военных городков. Потому что вот так вот этими поездками ничего не решишь. Потому что, ну вот сегодня буквально все развалено, все. Оказывается, и трубы в жилых домах нужно все менять. Потому что то ли миллиметр, то ли два миллиметра там осталось. Но это катастрофа. В котельную мы заходили, тоже понимаем, о чем говорим. Каждый год заливается туда 50 миллионов в эту котельную, ну или через год. Она стоит на плавуне, так? Дорог вообще... Поэтому у меня ответ может быть только один. В Подмосковье должна быть специальная программа по восстановлению военных городков. Вот это я в 2014 году обещаю. Под эту программу мы выделим деньги, большие деньги. Распишем эти военные городки с первого по... Сколько их у нас передали? 83 или 103? К тому времени будет. И, соответственно, на каждый городок должны быть деньги и должны быть мероприятия. Котельная, вода, детский сад, школа, мусор. И еще, вот правильно, еще эти деньги направлять тем, кто добросовестно это все сделает. Потому что могут утащить. Но для этого вы нужны контролировать, понимаете? Потому что без вас ничего не будет. Самые большие помощники это жители, которые контролируют. Потому что за каждым... За каждой котельной не уследишь. Поэтому я очень рассчитываю. А что у нас по спортивной площадке для детей? У нас дети в нефти и врачи. Докладываю по спортивным площадкам. Докладываю. Значит, спортивные площадки мы начали устанавливать во дворах. Одна спортивная площадка, хорошая, с покрытием, может без покрытия. Может быть и без. Стоит порядка миллиона рублей. Значит, вот эти детские площадки мы будем порядка тысячи ставить. И каждый город в своем бюджете предусмотрит. И мы в областном бюджете будем помогать тем, кто добросовестно относится. Потому что дворы должны приведены быть в порядок. Но, понимаете? Вот вы говорите, давай без покрытия. Начинаешь строить без покрытия, то себе кто-то лоб расшибает, то колени, то на бекрине опять становится эта детская площадка. Все-таки должен быть стандартный подход. Все-таки это наши дети. В «Электросталь» приехал, шикарную детскую площадку подарил. Говорят, поставь камеру, мы боимся за детей. Должна быть видеокамера. Чтобы по программе «Безопасный город» был контроль. Понимаете? Если уже делать, то делать на совесть. Чего мы опять левой ногой будем, понимаете, левой рукой эти площадки ставить? Если делать, то делать добротно. Пусть не везде, там в самом большом дворе пока. Но уже сделать на это, сконцентрировать усилия. Детские площадки очень важны. Согласен с вами. Но это и большие деньги, вы понимаете. Но это дети. Поэтому нужно делать. Это те изменения, которые сразу человек чувствует. Понимаете? Можно же, чтобы вода уже не плакает. Пожалуйста. Антонова Елена. Я представляю интересы жителей городского поселения Поварова. Конкретно я говорю о точной застройке, которая началась в нашем поселении. В той части нашего поселения, которая официально является дачным поселком и застроена частными домами. Эта застройка происходит с одобрением и участием администрации района и нашего поселка, которые, вероятно, не поддерживают тон видения ваше, что появилось с вашим приходом. Началась застройка трехсекционного 17-этажного дома. Мы подготовили коллективное обращение с подписями всех жителей. Я готова передать вам. Также вопрос обеспечения несколько тысяч жителей новых домов, инфраструктуры, вообще не решен. Не запланировано ни школ, ни поликлиник, а детский сад в проекте нарисован на частной земле. Письмо главы нашего поварова в госэкспертизу в части инфраструктуры не соответствует действительности. В обращении жителей, которые я вам передаю, весь вопрос изложен не только подробно, но и обоснованно. Давайте создадим инициативную группу для вашей помощи. Спасибо. Чтобы мы заставили нашу администрацию начать работать. Абсолютно. Во-первых, я очень благодарен за эти слова. По поводу стройки мы сейчас разберемся. Вы знаете, что в пятницу у нас есть такой город Химки. Состоялся очень непростой разговор. Потому что мы же не против того, чтобы строить. Ради Бога, строите. Только так, чтобы эти новые микрорайоны были оснащены всем необходимым раз. И вот наши люди, которые в беду попали, ветхое жилье, аварийное, чтобы они имели туда переезжать, коль уж строятся эти дома. А так, получается, вокруг все строится, а как жили в хибарах и в бараках, так и живут. Люди говорят, слушайте, это несправедливо. Поэтому я такой градус и взял. Я не знаю, чем это закончится, но, например, глава Химок, это четко, прекрасно понимаю. Но кто-то всегда есть, у кого-то соблазн великий и подписывает разрешение на это высотное строительство без соответствующей социальной инфраструктуры. И вот здесь нужна помощь. Понимаете? Вот что касается микрорайона, что за микрорайон строится? Там по закону все. Есть же вещи, которые... Я думаю, что глава поселения сейчас, да? Глава городского поселения Пурутихамеров. Там микрорайон развития застроенной территории, микрорайон улица Школьная, программа принята в Солочногорском муниципальном районе в 2008 году. Очень большая нагрузка по ЖКХ, поскольку система изношена. Они строят новые ВЗУ, реконструируют очистные сооружения, прокладывают новые теплотрассы. Потому что все это в таком состоянии, что без инвесторов эту проблему поселение маленькое решить не может. А вы градсовет... Все прошло, все по закону. Абсолютно. Я вам все докажу. Еще, если можно, два вопроса по повару. Первый вопрос. У нас есть прокол под железной дорогой. На дороге Ложки Пуру-Пятница между Ленинградским и Пятницким шоссе. Однополосное движение. На сегодняшний день, летом, 100 садовых товарищей, плюс все Истринское водохранилище. Малейшая авария, поселение полностью блокировано. Оно разделено пополам железной дорогой. Куда мы не обращались, это расширение прокола нигде не предусмотрено. Больнейшая проблема... Это наш, да, региональный? Это Октябрьский, есть дорога. А дорога наша региональная. Очень прошу, помогите, пожалуйста. И второй вопрос. Микрорайон Лесхоз. Передали нам микрорайон, все муниципальные дома передали в нашу собственность. Мы не можем не провести газ, там люди таскают баллоны на пятый этаж. На сегодняшний день провести не можем. Земля в собственность Гослесфонда. Никакие социальные программы по переселению аварийного жилья реализовать не можем, потому что нет земли. Помогите нам эту землю получить, чтобы начлить переселение аварийного фонда и привести газ. То, что касается прокола, да, Андрей, наш глава, все правильно сказал, эта проблема существует уже много лет, которая никак не может согласовать, вот именно, может быть, наш глава, да. Она настолько насущна, что на сегодняшний момент, когда начинается дачный сезон, с пятницы по воскресенье, то есть там коллапс происходит реальный. Конечно, эту проблему необходимо решать. Но то, что касается застройки, здесь он немножко лукавит. На сегодняшний момент нами наняты адвокаты, очень серьезные адвокаты. И если вы позволите, могу я вам лично передать наше коллективное обращение, где именно все по закону обосновано. Конечно. Не, а мы в любом случае проверим. Мы отправим проверку. Когда выдано разрешение? Давно? Разрешение выдано 27 декабря 2012 года. Застройка началась в конце февраля, в начале марта этого года. Но здесь есть одно но, что застройщик на 2,85 га строит только многоэтажные дома, но никакой инфраструктуры. По поводу развития застроенной территории, то, что говорит наша глава, здесь, я говорю, опять же, он лукавит, потому что частные дома, которые находятся в частной собственности, не могут быть внесены в развитие территории. И проект, который сделан на 1198 га с учетом частных земель, никакой документации на сегодняшний момент, ни одной бумаги нет. Вы скажите, там социальная... Можно я объясню? Было уже 4 проверки на всех уровнях. Это первое. А почему люди-то не соберете? В своем поселении. У нас нет обратной связи с нашей главой. А почему нет? Дело в том, что там... Почему? Там дачники в основном живут. Проект был разработан в 1986 году, но там были пятиэтажные дома. Там вообще не предполагалось дач. Никакие дачники там не живут. Там живут местные жители, которые зарегистрированы официально. Каким-то образом на территории, которая по генплану 1986 года под наэтажная застройка должна была идти, появились дачи? Каким, я не знаю. Но если мы не будем строить, то у нас не получится реконструкция наших коммуникаций. Зовут как? Андрей Викторович. Викторович. Андрей Викторович, что люди просят? Люди просят, чтобы ты пришел вместе со мной или с главой района, собрал зал такой в своем поселении и рассказал, что собираешься делать, где собираешься делать, все как. Это сложно? Это неудобно? У нас уже были общественные службы, все собирали все из себя вместе. Ну как, если люди говорят, вот опять, Игорь Анатольевич, это я вам рассказывал, почему все упираетесь, а? Почему вы такие упертые все, а? Но если люди говорят, что не встречались, сегодня вру что ли все? Вы можете в таком клубе собрать свое поселение, рассказать? Собираем регулярно. И готов еще раз. Ну как, люди говорят, не собираете, вы все говорите, собираете. Люди говорят, лопухи растут, они говорят, нет, чисто. Ну что, ну почему такое отношение-то, а? Вы что, мужики? Зачем же вы так делаете? У вас тяжелая работа. Это непростая задача управлять таким районом. Но если без опоры на людей, это вообще невозможно. Почему такой разрыв-то происходит? Почему я должен стоять два часа и отвечать на все эти вопросы, которые касаются вашего поселения? Не, я это делаю с удовольствием и буду делать. Не в этом проблема. Просто тогда у меня возникают вопросы к вам. Понимаете? И у прокуратуры могут к вам вопросы возникнуть. Понимаете? Мне кажется, Юрий Анатольевич, я не хочу показаться каким-то таким, знаете, романтиком или идеалистом, хотя мне можно и показаться. Но я считаю, что если такие встречи будут, там, ежеквартальные хотя бы, то все равно какой-то диалог будет, понимаешь? Люди тебя, может, пошлют куда-то, может быть, с чем-то недовольны. Но, может быть, сначала один из десяти человек спасибо будет говорить, потом два из десяти. Давайте вот так работу выстраивать. Это разве сложно?